Как сложилась судьба главных лузеров вашей школы? Был у нас один челик-интроверт, который играл в группе. Я с ним учился только в младшей школе. Сейчас он состоит в одной довольно популярной скримо-группе и выступает на площадках вроде Кроуфуд и Ворп Тур. Но он все еще похож на типичного задрота. В какой группе он играет, возможно, я его знаю. As we do it. С нами училась одна серая мышка по имени Рэйчел, которая сразу после школы устроилась в супермаркет. Там ее приметил один 45-летний мужик, который занимался выкладкой товаров. И она тут же от него залетела, прямо на свое 18-летие. Вскоре у них родилась дочь. Когда ее батя узнал о беременности, он дико разозлился и начистил рожу этому мужику. Тот выдвинул против него обвинение за нападение и теперь у ее батя одна судимость. Все это было почти 20 лет назад. Сейчас ее дочери уже 18. Кстати, недавно я узнала, что она тоже залетела от ее явно более взрослого бойфренда. Ему 50. Так что цикл продолжается. Он переехал в США, работает в Google и получает шестизначную зарплату. Иногда смотрю его вступления на YouTube. Умный парень. Ты помнишь, что в местах, где находится Google, шестизначная зарплата является минимальной. На 100 тысяч баксов ты там будешь еле выживать. В нашей школе был пацан, который вел себя очень женственно, из-за чего над ним стебалить, что типа ему нужен мужик. Его это ясен хрен очень злило. Так его дразнили каждый день на протяжении нескольких лет. Потом, когда он наконец нашел себе девушку, челы начали подходить к ней и спрашивать, ты же в курсе, что он из этих. Их обоих это дико бесило. И все бы ничего, но вчера я проверил его в Facebook. Похоже, что сейчас он находится в счастливых отношениях с другим мужчиной. Выходит, что пророчество сбылось. Да, был у нас такой чувак. Все его побаивались, кроме меня. Однажды я наконец набрался смелости подойти к нему и понял, что он нормальный. Он был дико огромный, выглядел старше других, да и вообще казалось, что он вечно злой. Но когда мы нормально так заобщались, оказалось, что он довольно дружелюбный. Возможно, была какая-то история, связанная с ним, о которой я не знал, из-за чего все его боялись. Но я ни о чем таком не слышал. Мне все время было жаль, что к нему так относятся. Мне он казался здоровым, дружелюбным гигантом, которому люди отказывались дать шанс. Но в конце концов оказалось, что люди были правы. Через несколько лет после окончания школы он прикончил свою маму. Если честно, я не в курсе, почему. До сих пор интересно, может она ужасно с ним обращалась или типа того. Это странно, потому что он всегда осознавал свою грозность и силу, и поэтому, наоборот, старался быть крайне добрым и деликатным. Так или иначе, мне было дико не по себе слышать о нем в новостях. Я был одним из двух-трех человек, кто общался с самым несчастным и странным пацаном в нашей школе. У него были серьезные проблемы в семье. К примеру, его мама после того, как ушла из семьи, попыталась отправить его в дурку за то, что он отказывался с ней жить. И он был единственным не католиком в нашей католической школе. В колледже он познакомился с одной милой девушкой, втерся в компанию ботанов, они конкретно скорешились, и стал президентом студенческого братства, в котором были одни гики. Закончив учебу, он женился на этой девушке и уехал подальше от семьи. Сейчас ему принадлежит один успешный книжный магазин. У него двое великолепных детишек, и он абсолютно счастлив. Через 30 лет после того, как он был главным лузером школы. С нами учился один странный парень, прям дикий интроверт. Я втайне всегда подозревал, что, возможно, у него какие-то проблемы с головой, может, аутизм или типа того, но так и не узнал. Так или иначе, он был норм, чел. Он звал меня на все свои днюхи, и я каждое лето ездил к нему на дачу. Прошло 7 лет после окончания школы, сейчас он без 5 минут врач. Он всегда был невероятно умный. И у него просто потрясная девушка, которая такая же застенчивая, как он, и такая же прикольная. Я дико рад за них. Был у нас один непопулярный пацан, которому вечно доставалось от остальных. Как-то раз его девушка слила его пикантные фотки всем челам в школе. После школы он устроился сантехником, и все на него как-то забили. Для меня история этого лузера закончилась охренительно, потому что однажды он менял мне трубы. Сделал все качественно, ничего не течет. 10 из 10. Непопулярный парень и его девушка. Так не бывает, твоя история ложь. Я был одним из таких ребят. Отслужил в армии и пошел в колледж. Мне кажется, что сейчас у меня дела идут куда лучше, чем все ожидали. Но надо быть честным перед самим собой. На то, что я был лохом, были свои причины. Я вечно всем перечил. Был жутким эгоистом, ко всем относился со снисхождением. Плохо понимал социальные нормы, был грубым и так далее. Чтобы исправить все свои косяки, мне понадобилось немало времени. Точнее, я по-прежнему работаю над собой. Но ментальность изгоя меня так и не покинула. Со мной тяжело общаться, так как я не фанат спорта, религии, сериалов, праздников и всяческих попоек. Я люблю читать, и у меня всего один друг. В целом все хорошо. В средней и старшей школе у нас был один пацан, до которого вечно все докапывались. Он был немного не такой, как все. У него были проблемы дома, и у него напрочь отсутствовали навыки общения. Он однозначно не заслуживал всего того буллинга, который ему приходилось терпеть. Не буду строить из себя ангела, я и сам иногда его задевал. Но когда все заходило слишком далеко, я обязательно за него заступался. Мы оба были фанатами одних групп, поэтому даже когда он выводил меня из себя, я все равно чувствовал, что должен присматривать за чуваком из своего социального круга. Сейчас я жалею, что не был к нему добрее. Блин, да на самом деле его даже учителя гнобили. Наш учитель по музыке вообще был зверь по отношению к нему. Мне кажется, что как раз из-за него остальным и начало казаться, что это нормально донимать пацана. На выпускной бал он пришел с одной красоткой из другой школы. Он, наверное, надеялся, что от него отвянут, но приставаний стало только больше. Все спрашивали у его пары, какого хрена она с ним, и предлагали ей бросить его взамен на них. Но она не велась и была очень мила по отношению к нему. После школы он поступил в колледж. Там с ним училась одна девочка со школы, которая, наверное, была единственным человеком, кто в школе был к нему добр. Он нашел себе кучу новых друзей и стал популярным. И хоть я с ним не общался уже несколько лет, похоже, что у него все хорошо. Мне кажется, что он счастлив, рад за него. Его жизнь развернулась на 180 градусов. Похоже, что он изначально был клевым челом, который попал в школу для мудаков. Я был самым непопулярным парнем в школе. Помню, был случай во время обеда, когда два пацана подрались из-за того, что никто из них не хотел стоять в очереди сразу за мной. Кстати, обедал я в классе нашего школьного хора, потому что оставаться в столовой всегда означало, что мне нужно будет сидеть и слушать бесконечные насмешки в свой адрес. Классы школьной группы и хора были для меня единственным спасением. Сейчас я работаю учителем музыки, у меня нет ненависти к крутым ребятам, я не заставляю учеников заниматься вместе, но я стараюсь приглядывать за ребятами, с которыми никто не дружит. Я хочу, чтобы мой класс стал убежищем для тех, кому больше некуда поддаться. Судя по его профилю на фейсбуке, сейчас он работает банкиром в Нью-Йорке. У него трое детей и по выходным он играет кровожадного викинга в клубе средневековых реконструкций. Что странно, в школе он был блондином с длинными прямыми волосами, просто идеальными для викинга, а сейчас он ходит с короткой стрижкой и носит на реконструкциях парик. Длинные волосы у взрослого мужика всегда вызывают много негативного внимания, особенно со стороны парней, которые пытаются подкатить, думая, что ты девушка. Источник в 20 с чем-то лет ходил с длинными волосами. С детсада по 12 класс у меня был друг, который был, скажем так, совсем непопулярным парнем, но со временем его дела пошли в гору. После школы он устроился на средненькую работу, но зато каким-то чудом, будучи не очень привлекательным, женился на красавице, которая родила ему двух детей. Звучит как счастливый конец, но вот только жена от него в итоге ушла. Родители рано умерли, а его дети сейчас не хотят иметь с ним ничего общего, из-за чего он погряз в депрессии, которая оттолкнула от него всех, кто был рядом. Ты в порядке, приятель? Да нет, реально не про меня, но спасибо, что спросил. Я был главным лохом в школе, теперь я проапгрейдился до главного лоха в универе, все клево. Сколько человек в твоем универе? Я понимаю, что ты шутишь, но если говорить серьезно, то нужен особый дар, чтобы быть главным лохом во всем университете. Один странный пацан из нашей школы заработал себе судебный запрет на приближение к двум девочкам, потому что он постоянно за ними следил. В суде он пытался убедить всех, что они были ангелами, которых ему послал сам бог. Судя по профилю на фейсбуке, сейчас он работает агентом по недвижимости и считает себя пророком в религии, которую сам же начал. Понятия не имею, я даже их имен до сих пор не знаю. Если честно, я и про популярных челов не в курсе. На свое 18-летие он вызвал себе представительницу самой древней профессии. Она его обокрала, после чего он настучал на нее ментам. Сейчас он в тюрьме. Изменено, сори, что запутал вас, эти два факта никак не связаны. Я не в курсе, за что он сидит. Один конкретно сидит на веществах. Один внезапно расцвел и стал нереальным красавчиком. Один заработал кучу бабок в IT. Что касается популярных ребят, один конкретно сидит на веществах. Самая знойная красотка школы стала дико стрёмной. Пацан, который вечно понтовался бабками, сейчас пакует в магазине продукты. Изменено, конечно, это самые яркие примеры, у остальных все как у всех. Сейчас пакует в магазине продукты. Серьезно, это какое-то слишком мощное падение. Расскажешь, что произошло? Женился, начал бизнес, изменил жене, она его спалила и затаскала по судам. Об этом узнали его клиенты и перестали иметь с ним дело. Вскоре он потерял бизнес, начал ходить по клубам, подсел на вещества, начал встречаться со стриптизершей. Попытался получить пособие, ему отказали и так далее и тому подобное. Да и в школе он был тем еще дебилом. Один устроился монтажером в христианскую медиакомпанию. Он все такой же кусок говна, как и прежде. Другой работает на сахарном заводе. Вот он, похоже, сильно повзрослел. Что касается меня, поговаривают, что я все так же занимаюсь щитпостингом в интернете. Что касается меня, поговаривают, что я все так же занимаюсь щитпостингом в интернете. Я бы хотел услышать это в озвучке Моргана Фримена. Она была моей подругой. Если честно, она никому не нравилась, потому что была стереотипным, доморощенным ребенком, который вдруг оказался в настоящей школе. У нее не было никаких социальных навыков. Она плохо понимала намеки, у нее было множество проблем со здоровьем. От нее вечно воняло, но при этом всем она всегда строила из себя всезнайку. В 10 классе мы с ней хорошо подрались, и она, к сожалению, так от этой драки не отошла. Мы тогда перестали с ней общаться, но наши мамы поддерживают связь по сей день. Насколько я знаю, через 5 лет после окончания школы ей пришлось вернуться обратно домой из-за проблем с сердцем. И еще каких-то проблем. У нее довольно фиговые родители, поэтому, когда она вернулась, они вместо того, чтобы помогать ей, скинули ее на младших братьев и сестру, которым еще совсем мало лет. Вообще, мне ее дико жаль, потому что у нее всегда был большой потенциал, и я всегда хотела снова стать ее подругой. Подведем итог этого треда. То, кем ты станешь, зависит лишь от того, что ты будешь делать после школы. Твои школьные успехи не гарантируют тебе светлое будущее. Но и твои промахи не говорят о том, что у тебя ничего не выйдет. А что, кто-то думал иначе? Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напиши, как сложилась судьба главных лузеров твоей школы. И не забудь посмотреть наши другие видосы. Пока! Субтитры подогнали Симон.